здравствуйте всем привет и сегодня андрей добивает люция а даня добивается люцием дослушивает это эпическое полотно я бы так назвал на чем все закончилось здание ты помнишь но не увидели корабль корабль конечно мы произошло произошло ронда до неожиданно в оке ужаса когда диадема появилась из варпа перед ними оказался корабль тот самый ямный пес пес из ямы хорнадский крейсер который они штурмовали буквально в первой главе там где все научи да и закрутилась когда они упали на демоническую планету нашли там дренко и всех остальных и в общем-то вон висит такой иллюций что может сказать по этому поводу невозможно говорит он неприемлемо невозможно вот но от его отрицания конечно же ничего не изменилось потому что отрицание но не способны уничтожить корабли вот и то что ты во что-то не веришь не значит что этого нет знаешь как в меме не работает и фа игнорит другой нет корабль остался там же где он и был так еще и начал разворот разворот и явно с недобрыми намерениями он выглядел как огромный не знаю мясной меч и не могу назвать по-другому что он был опутан каким какой-то плотью вот этой бронзой красными венами какими-то в общем вот такой вот хорнадский гигантский корабль вот бог войны и крови сказала клэри он да и его марионетки явились чтобы заставить нас поплатиться за наши злодеяния но они же напали первыми и в общем демоны только демоны способны были настолько точно подсказать им где мы будем и конечно же ребятки передают люции по оксу всей банде готовьте сейчас нас будут брать на абордаж так нас будут брать когда еще не брали ни разу всем приготовиться отражать нападение новым старым неважно вот так новая барбанда сейчас и должна сплотиться в новой схватке в первой своей схватке и люции ломанулся в сторону командного мостика и в этот момент на связь выходит композитор и говорит что улицы разве ты не слышишь их крики и вопли да это же страдания сага о страданиях и кровопролитий во имя истинного бога как водится говорит загадками на улице прекрати какого хрена если ты что-то знаешь лучше скажи если не знаешь завари вот нечего тут попросту свои слова разбрасывать ну и композитор в это посмотри же внимательно ты же тоже чувствуешь течение варпа гляди гляди да и посылает ему в голову картину картину произошедшего ну он же колдун он может скажем так обмениваться информацией напрямую и сам уже в курсе того что произошло с этим вот ямным псом с этим кораблем вот и на люции увидел увидел картину как помнишь они бросили их на этой планете которая разрушалась континенты трескались да и живой варпортал по сути открылся в ядре планеты и они эти пожиратели миров потрясали кулаками и проклинали люция которых затащил на эту планету к погибели бросил еще раз берем да грязная черепаха ну на самом деле нет они говорят что будь ты проклят люций и конечно же они взывали к своему покровителю к хорну конечно же взывали и он обратил на них свой взор и они получили его благословение что в общем то и довольно таки логично они же все-таки последователи кровавого бога и он спас хорн спас своих детишек да и поднял их с этой планеты вознес их назовем их так это уже второй в пантеоне это второй бог да он вознес их в пантеоне наполнил их тела кровавой яростью переделал их корабль и их тела ну на самом деле все очень просто в корабле вселился демонический хорнатский дух вот этот вот огромный для того чтобы они принесли свое мщение поклонникам сланеж вот этой самой варбанде люци и люци от этих всех конечно жутких картин даже аж остановился у него задрожали ноги он схватился за переборку вот видение у него перед глазами вот это страшное начинает постепенно рассеиваться то он прогоняет его и чувствуешь него кровь из глаз даже льется от того что он увидел настолько сила хорна там была в этом видении явственно явлено ему что до жути до жути просто страшно ему стало конечно же и он понял что произошло это все происки демонов хорна конечно же что он сделал с этими берсерками вот которые поклонялись ему он сделал из них одержимых позесидов все просто в этих несчастных космодесантников слились демоны хорна и они стали дважды рожденными как их называют одержимыми благословленными вот и в общем теперь в них живут демоны в каждом свой в общем превратил их в позесид и теперь отправил их прямо по курсу перехватить вот этот вот корабль люция чтобы заставить его заплатить за это ну и поскольку они наполовину демон никакого абордажа им не надо нет никаких абордажных торпед никаких крючев никто не прыгает через пустоту с топором и криками как в одной тоже достославной книге там культисты хорна прямо через пустоту брали на абордаж корабли да никаких торпед ничего даже телепорта нету просто они делают открываются на диадеме варпорталы это не телепортация прямо варпортал открывается и оттуда начинают изливаться вот эти потоки этих одержимых хорном космодесантников все вот измененные бугрящиеся мышцами с клинками из рук выращенными ну в общем как вот позеси да и выглядит довольно страшными уродами за ними вьются демоны какие-то белки побольше которые конечно же тоже вокруг них да которые хотят в этой резне поучаствовать получить силу и возвыситься в итоге да в третий легион вернее варбанда оставшиеся третьего легиона сталкивается с довольно неприятным вызовом потому что вот эти вот создания они конечно превосходят космодесантника ну позвольте да не лучше быстрее выше сильнее обычного космодеса и конечно когда они вырываются на мостик через эти варпорталы тут же во все стороны летят обрубки смертной команды и мутантов которые защищают как раз мостик и все превращается просто в скотобойню на самом деле потому что на корабле начинает происходить резня естественно наши герои тоже в долгу не остаются то тут то там они поражают вот этих вот одержимых поражают демонов которые тут же начинают исчезать да и пурпурные золото керамитовые доспехи воинов детей императора бывших детей императора да они конечно же сейчас тоже вот среди вот этой мясорубки видны но постепенно постепенно они конечно же покрываются кровью кишками да и вот этот вот воздух уже даже нас настолько насыщен кровью что он прям сочится ей ну и все конечно же принимают посильное участие в отражении вот такого демонического абордажа демоник инвэйжена такого ну потому что это терминатор у них единственный который афилай он нам срём врезается в эту стену там прям стена вот этих наступающих демонов он в нем врезается у него жизнь демоничную антидемонические доспехи вот прям содрогается стена и он там разрубает их своими когтями во все стороны вот рапторы конечно же возносятся в воздух тоже атакуют там их позэсидов пытаются там эту демоническую плоть порвут своими когтями вот и конечно же все возносят хвалы сланише своему командиру и когда люци вступает в бой всех прям волна воодушевления ледак прибавляет всем своим юнитом на вот это вот палубе и конечно же люци со своим клинком лаерна молнии вот это вот бегает и разит там конечно же этих всех позэсидов плеть вырывает из них шлемы отрывает бошки рога отламывает в общем люци ищет ищет предводителя ну ему не почину сражаться с обычными одержимыми конечно же он ищет предводителя того самого красного центуриона который помнишь он дуэлился а этот центурион он стоит как бы огромный он уже весь пронизан вот этими демоническими волокнами у него уже плоть слилась настолько с броней что-то у него шлем превращается в череп на огромные клыки выросли у него из черепа и он выглядит как маска смерти такая клыки он держит два клинка в руках да и причем у него прям вот где клинок люци разрубил его доспехи там оттуда как будто там магма какая-то как пузырица белая и люци такой ха ха кузен ну давай у нас с тобой незаконченное дельце осталось да нужно закончить его а то как-то так раз уж ты вернулся ты конечно бросается на него вот эти вот его стимуляторы которые он уже использовал они подгоняют и он быстрее выше сильнее теперь даже по заседа он развивает сверхчеловеческую скорость как там написано и вот в этой атаке он превосходит все что он когда-либо превосходил и по сути то во что превратился красный центурион даже он не может сопротивляться потому хоть у него там и шипы из брони он там как-то не чувствует боли естественно но вокруг него люци значит прыгает за своим мечом центурион бросается на него единственное что у него есть возможность сократить дистанцию схватить его вот он хватает его одной рукой в другую бьет топором ну люци тактично на плечничек принимает удар прокручивает меч и снизу ему втыкает в подбородок протыкая макушку он же лучший мечник с ним нет смысла никакого сразу было бы глупо представить что выводы позисят хорна пусть даже и командир позисят хорна может люцию что-то сделать нет конечно же но ты тот такой оседает на его мече не начинают у него течь кровавые слюни все просто поток крови как водопад но берсерк это просто постоял постоял немножко люци вытаскивает меч и он откидывается на жнище умирает то есть даже ничего не не сказав и люци хотел бы вроде может ощутить ощутить вот даже победу чувство внулись победы ну как-то странно у него вместо этого какое-то раздражение потому что убил его слишком быстро и разочарован слишком легко думать что-то здесь не так почему-то ну я же убил их повелителя как-то никто никуда не делся мне как-то не весело и тут он понимает что это вот тело лежащее на внешней спине этого центурион начинает светиться ярким ярким светом из вот этого разлома начинают появляться зубы какие-то жуткие гигантские ну вот причем из нее они увеличиваются у него этого красного центуриона появляется кровожад на аватар кровопролитие обретший живую форму с огромными крыльями на с венозный покрытый кровью до пламенем в общем ужасный кровожадный вот этот демон великий демон и повелитель армии хор ну кто такой кровожад вот это он есть он даже не вооружен у него огромные демонические когти из рук там выращены когти нет никакого там ни топора ни меча у него просто демонические когти которыми он не просто разрывает тех кто попадается ему под руку а разрывает саму ткань реальности то есть там где он хлещет этими когтями по воздуху открывается варпортал оттуда демоны тянут свои ручонки рождаются вот эти дыры в материю ты запросто до можешь в какой-то момент казаться затянутым внутрь туда в общем люци отступает в первый наверное даже раз и самое жуткое да что он слышит это вот у себя в голове на потому что демон хор на он говорить не может как правильно умудрились заметить у него вот это кослиная ну как бы собачья какая-то вот кослиная пасть утыканы множеством зубов и он не может членраздельно говорить на нормальном понятном языке да так еще и учитывая что это демон он не знает языка смертных по-хорошему то если так разобраться и в голове в голове только люци слышит его голос да и в общем то что самое печальное ничего интересного это демон говорить не умеет он говорит что смерть ненависть огонь насилие умереть да 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 он вот это примерно и говорит что умри умри и наступает на люция но если бы демона немножко не отвлекли то люци бы наверно он когтями бы и разодрал потому что он немного охреневший грейтер демоном сложно сражаться вот он по когтями по воздуху фигачит но в этот момент на него набрасываются раптор как раз под уголосом этого испертила с копьем он нам на него они летят пытаются у него вцепиться значит но демон орет конечно же беснуется и он значит когда эти рапторы сделать такой почетный круг и устремились к нему как в атаку нужно второй захода в пике он взмахивает когтями открываются вар порталы и все рапторы проваливаются в эти варп порталы значит и за ними они затягиваются то есть и всех короче поглотил в варп в общем и никаких рапторов не осталось как неприятно у него прям в животе неприятное ощущение как будто холодный нож его воткнули потому что это все-таки были его братья это все-таки были его братья и он со времен скал тракса с ними сражался и они были действительно полезны его варбанте а тут раз и как бы и все они сразу же бы оказались повержены единственное что они действительно дали ему немножко времени несколько секунд он успел фактически перегруппироваться и самое главное активировать третью волшебную субстанцию которую не в третьем канистре находится и нажимает инжектор и у него поршень в этой канистре опускается и вводит ему третье изобретение фабия байла если как мы помним первый это соответственно это был серпентин из дарк эльдарских вичек которые фабий байл дел 2 как он там назывался уже подзабыл из ксенораса из надпочечников какой-то гормон то это так называемый байл стим желчный стимулятор сделан он как говорил фабий байл из пыли мертвого эльдарского мира корабля истолченный крафт ворл да замешанный с кровью нерожденных то есть демонов в общем вкусняшка как этот погребок бабушки агафьи просто ну что-то подобное закатал в общем в банку в общем кровь демонов смешанная с пылью эльдарского корабля должна дать какой-то хороший эффект люций жмет эту кнопку вводится ему этот препарат третья канистра уже как бы у него в венах и он этот чистый вот этот стимулятор оказывается в нем и тут он вспоминает что фабий байл сказал что ну это единственная синтезированная доза этой дряни я ее ни на ком не испытывал так что говорит если ты попробуешь и выживешь обязательно мне об этом расскажем кстати зеленый по цвету вот эта жижа она зеленого если ты выживешь все будет нормально расскажи обязательно что получилось потому что я сам не знаю что знаю что будет круто но как бы неизвестно так что не забудь про меня если все получится она усиливает связь с варпом у носителя да у того кто потребляет эту фигню я просто по-другому я объяснение не могу придумать там все так написано довольно кусками но она усиливает связь с варпом потому что люция тоже накатывает ледяное спокойствие холодок такой освежающий пробегает по его членам он как-то становится более скажем так концентрированным да он чувствует себя превосходным превосходно потому что на него не влияет вот это вот демоническая аура хорнатов совсем и он быстрее молнии бросается в атаку как ртуть супер быстро он атакует этих демонов уворачивается даже от когтей кровожада и умудряется там мимо этих варпорталов которые открываются взмахом его когтей тоже увернуться и он своим клинком умудряется же рок ему отрубить с одного удара вот отрубает рок уворачивается от кулака который падает сверху да и такой в этот момент значит он припадает на колено увернувшись до поднимает меч защитной стойки и тут такой что-то не то и его как будто бы парализует да он чувствует как вот эта эссенция которую он вел себя да она его сковывает кости мышцы как спазм такой и он такой чувствует что вот все его синапсы они утрачивают контроль над ситуацией он не может контролировать свое тело его парализует да и он чувствует что кровожад приближается он такой подходит к нему нависает над ним и видит что у люци аж напряжение лицо перекосило пена у него сочится изо рта у люци он не может ничего с собой сделать люци слышит что он умри умри люци а вот и в этот момент как фото вспышка такая ярко и много 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 мелких таких вспышечек значит и начинает кровожада впиваться молнии маленькие вот и люци такое что за дела то и сзади выходит композитор со своим хрустальным посохом и горит люци когда тебе будет угодно можешь сказать мне спасибо ну конечно когда ты будешь у тебя будет свободная минутка сейчас не надо меня благодарить и он значит этим посохом кровожада пытается от люци от огнать но кровожад это же хорн он к магии имеет некий иммунитет у него видимо этот ошейник хорнадский он такой выпрямляется все нормально вроде живой целый меня даже не разорвал на куски своим вот этим вот антипсайкерским видимо умением рычит он в связи всей своей силы значит прямо на композитора и значит его посох взрывается во все вот этими хрустальными осколками молнии начинают бить беспорядочно в потолок и луна отбрасывает дальнюю стену туда мне врезается и падает просто грудный доспех вот такой на землю и все как бы и ничего не понятно что с ним стало не ясно но этого опять же времени люцию хватило лучше друзья видишь помогают ему в последней битве люцию хватает этого времени чтобы немножко хотя бы до себя попытаться собрать он поднимается с колен чувствует причем как мышцы они все еще в спазме и лишь связки рвутся когда он против воли мышц начинает распро чувствует как вот эти микротравмы до из последних сил он встает вот кровожат опять смотрит на него но люци это пояса тебя как у вас как роки он у них рамсцены когда роги по и последний удар хочет нанести очень интересный как бы там момент описывать видимо вот это настойка байла она все-таки дает ему чуть больше сил как бы до потусторонних и он силой своей воли ослабляет все сущности которые живут его доспехи ослабляет контроль за ними и они начинают такой жуткой какафонии до его броня начинает трескаться прямо как вот из нее начинают лики вот эти вот вылезать жуткие броня начинает его трескаться и вот эти вот личины тех кто заточен в броне люци они начинают в кровожада как бы до посылать вот этот звук своих криков до крещендо который его конечно же сбивает с толку вот он такой отступает на его ошарашила вот это вот какафония звуков люцизер все-таки засланишь и поэтому он имеет право звуками поражать противников справедливо ну вот и значит он немножко тогда же отшатывается скажем тогда и в какой-то момент ноты которые издают вот эти вот лики они доходят до кульминации оправдать молотом бьет поперек груди этого кровожада не в себе и люции конечно использует этот момент да он вскакивает взбегает ему как бы по коленке по груди как в аниме на плечо перекручивается не через спину перекатывается и сзади приземляется вот опрыгивает сторону да и такое значит меч тоже берет в защитную стойку но уже не надо защищаться потому что голова кровожада быть медленно сползает отрубленное прямо вниз тело падает и начинает заливать все моническим светом там яркий цвет у него начинает из раны да и из проистекать и люции чувствует да что он как бы вот эту силу которую он использовал силу заточенных в нем душ он втягивает и назад опять до становится целеньким а в этот момент демоны исчезают все убили их повелителя и даже демонический корабль исчезает а чему клэри он накладывает что по владыка демонический корабль его больше нет что что сделал люции такой х что я сделал что я сделал я выиграл победил и торжествующий он стоит смотрит на этот труп который постепенно начинает растворяться и он поднимает отрезанную голову этого кровожада которая такая мерзкая вся клыкастая чувствует как его отпускает вот этот вот препарат да и он пытается сдержаться да потому что начинает тоже немножко его колотить лихораде да но он сдерживает этот эффект поднимает высоко эту голову демона и начинает провозглашать что да моя прежняя варбанда к гордо насекая не мертвы но теперь мы сделаем лучше варбанду больше круче вот и все таки ура люции да и он такой смотрите мы способны на все конечно же но ты все его начинают превозносить ему петь асанну хвалу и он да агония экстаз давайте наши клинки будут рубить всех мы вырвем победу из их тел ну то есть он такой вот толпу на кого одушевляет да накачивает и все тоже такой экстаз за экстаз ну вот еще больше хорош я не могу ты он видит вот этого толпу фиолетовых золотых воинов которые с ним вместе сражаются которые кричат и поддерживают его что еще еще больше сражений больше экстаза давайте будем крутыми вместе ну и на этом в общем-то сама основная часть книги она заканчивает дальше только эпилог победил в общем люции кровожада и что же было дальше люции стоит на мостике диадемы рядом стоит клэрион и она горит но и спрашивает а почему ты не ушла в варп ты же могла же когда меня похитили в общем-то освободиться от своей клятвы потому что я ничто не сдерживало вот но она скажу что мне просто интересно с тобой потому что вы такие забавные людишки ну человечество на том выру что человечество да что странно что вообще до сих пор существуете но я наслаждаюсь как но буду наблюдая за тем как ты танцуешь со смертью до конца и немножко больше вот он говорит что почему да ты настолько это привязано к нам она говорит что вы настолько бесчеловечные да ну настолько вы омерзительные и моральные уроды да что это даже кажется что что-то святое у вас есть и тут выходит композитор из-за спины видимо оклемался от удара кровожада играть да да так и есть так и есть да и люции немножко противно что он присутствует не любит на самом деле около колдуна но он полезен и опять же там указывается что в принципе люции мы никогда даже аудиенцию не дает никогда с ним не видится и вот это единственный момент когда колдун как бы ну ему разрешили присутствовать на мостике он все-таки он же помог ему немножко вот а как бы в остальное время он пытается с ним не пересекаться и не общаться и там довольно такой у них пространный диалог о том что к чему же надо им стремиться чему варбанда их должна стремиться и вот они там вспоминают что один воин астартес может целый город захватить а если дали побольше времени дать то и всю планету может захватить множество воинов это же можно там уничтожить мешать миры порабощать миры вот но цель-то какая цель-то какой ценой ценой как заявляет люций совершенствование становится лучше лучше и лучше и композитор смотрит на него такой да ты прав да но когда ты достигнешь то совершенство что ты будешь делать что произойдет тогда а люций как же без мяча когда-то узнал а как-то узнаешь что ты достиг совершенства может быть ты его достиг уже давно а ты об этом не знаешь ну как же так ну и он говорит что вы же понимаете что это внутри вас находится да вы должны достичь гармонии самим собой и как именно сейчас вы находитесь на пороге открытия познания настоящей истины он такой ну типа люций внушает эту тему и стоит поглаживает колбочку ся у него колбочки на поясе где сущности демонов и в одной из колбочек там значит у него находится сущность которая когда-то была вот этим вот дренком то есть он повернул этого демона который в дренко вселился поработил его и он живет у него в баночке в общем то тоже так что видимо мы еще с этим парнем встретимся в каком-то виде но посмотрим не знаю люций понимает а как же мы узнаем то вот это же был такой страну вопрос то метафизический сложный философский вопрос действительно как мы узнаем что мы как бы достигли вершины совершенства и он смотрит на мостик смотрит а вот на этих смертных людей которые кто-то перепуган кто-то наоборот вдохновлен но он понимает что они подчиняются все ему и он понимает что он никогда не сможет до конца насытиться вот этой вот властью которая у него есть он думает что бывает ли вообще мера когда можно сказать типа я всего добился это понимаешь как конон варвар все получил сел на трон и все ну нет вот и он слышит голос чезары который говорит ну когда ты же мы же легионы держали галактику в своих руках может быть нам нужно еще разок до собраться и мы должны помнить кто мы и кем мы стали теперь то есть можно же пойти и заново заливать всю галактику действительно какого хрена что нам подглядывать за своим прошлым как воеристы когда мы можем взять и прикоснуться к чему-то большему ну типа к будущему вот и в этот момент люци приходит себя он на самом деле уже не на мостике у него жутко болит голова он чувствует давление внутри он у себя в камере своей в депривационной камере он чувствует дрожь которая пробегает у него под вот его оболочкой вот это вот он чувствует шепоты тех вот душ которые живут в его броне и какие-то кто-то ты же знаешь вспомни кем ты был да кто-то ему там расшептывает что-то кто-то проклинает его опять он сидит в камере не понимает где а у него опять видимо провалы в памяти начались и он видит вот зеркальный пол вокруг зеркальные стены на которые переползает чернота он смотрит в зеркало которое рядом находится чувствует да вот эту дрожь и бьет ну хочет вернее ударить по этому зеркалу но на само взрывается осколками которые летят ему в лицо начинают разрезать его плоть он слышит смех он слышит вот эти шепоты опять у себя в голове как бы понимаешь нет вам не сбить меня с цели я знаю чего я хочу вы кто проиграл мне на самом деле победив меня вы проиграли вы никогда не поймете да к чему я стремлюсь да но я существую а вы то нет ха 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 вот он смотрит в это разбиты зеркала у себя значит внизу на полу лежат эти осколки видит вот это разрезанное свое жуткое лицо ну вот которая на него из каждого осколочка смотрит и такой я же совершенство и конец вот такой вот люции у нас нарцисс нарцисс любитель демонов на самом деле книжка по наполнению событиями бэком довольно слабо как мне показалось нету просто тут видишь как бы событий наряд который зациклен только на люции по сути данное что мы узнали этого что за помпа у неё на рюкзаке да как фаби и сделал люцию как бы инжектор по сути все самое интересное это что фаби туда поместил и как она работает ну да ну типа байт вот опять же на вот эту расу да возможно потом разнесет всю галактику а так в целом да вообще рекурсия рекурсии начал сраться с каратами закончил сраться с хорнатами в промежутке посражался чуть с даркальдарами честно говоря боевые сцены ну довольно скучные персонажи есть хорошие есть а потом их сливают просто вот конец вот когда выходит чернокнижник это просто знаешь такой счастливый нтв сериал и типа все погибли все его друзья сперва подумал это просто для того чтобы не развивать историю никак вот и тут выходит раненый перебинтованный чернокнижник опираясь до посошок и все они вместе смеются как финал true detective первого сезона да где они там такие с больницы но видишь нет чернокнижником с композитором все хорошо даже видишь демона который поглотил дрэнк он тоже поленил ну рапторов нету зато у него терной из маринов целая пачка были раптора стали но из маринов варбанну собрал заново по факту победил хорнатского грейтера и теперь опять будет пороздить просторы в поисках совершенства что ему еще надо в общем то я считаю что даже такой филерок больше приквел к новому кодексу детей императора по идее должен быть роман кстати не самый свежий он семнадцатого года получается да потом уже про фабия нормально полноценные книжки выходили которые фабия описывали кстати люци там был книжки с фаби сидел на но мне на совете он сидел на совете детей императора когда во второй книжке в повелители клонов фабия призвали к ответу люци там сидел и фаби его тоже троллил там сидишь уродец спрячь свое лицо мерзкое да фу ужас какой поэтому по сути очень мало вот каких-то для развития бека событий для ознакомления с детьми императора да но персонаж как это работает ну вот такая варбанда да вот есть такая вот варбанда они сплелись там все в экстазе друг за друга сражаются если высокомерного потекаре из первых есть вот колдун непонятно где найденный ну учитывая что второй часть пока не анонсировали то может и на паузу поставили приключение люция ставлю этому приключению 6 экстазов из 10 6 ну я скажу так мне по крайней мере было просто читать книга не очень сложно написано это практически все линейные события там даже флешбеков толком нету там есть только знаешь когда что-нибудь у него в голове взбредет демоническая сущность какая-нибудь шепнет и все и есть вот эти вот моменты описания грез когда ты под веществами там в чертогах разума но это забавно нету вот этого перебора как бы слову не со слонишизмом там есть такая легкая легкий флер легкий налет слонишизма но в целом довольно все пуританский никаких там гигантских елдаков пронзающих пространство и время конечно да как мы знаем на самом деле гв но снижает градус эротизма свои книжка старая авторов держит в определенной степени да чтобы они там не устраивали оргий ну здесь вот так мне понравился этот воприношение когда он на балу был такой шампанское чем шампанского а потом боже я всех убил но это прикольно то есть так вот отдельными эпизодами книжка очень тесно абсолютно не нужны эти даркальдары не вообще фон ничего нового про даркальдар вообще не рассказали ну да комараги на арене они сражаются там архоны плетут интриги окей это все уже было в симпсонах тысячи миллионов раз поэтому ничего особенного я скажу что там не знаю 7 баллов я поставлю книжки за то что сюжет довольно динамично читать легко не напряжена и она не очень большая ну да да люция показали пишите ваш самый наиболее понравившийся момент книжки ну и как собственно вам этот пересказ как и книга в целом так что ставьте звезду пишите коммент пожалуйста очень вас просим андрей даня продолжаем шерстить бескрайний мир бека по камеру 40 тысяч пойду читать дальше книжки до свидания а